Сегодня будет несколько эмоциональных видео, потому что оно уже накипело в самом деле. Хочу передать привет Витхарсольской, Запорийской, Харьковской, Киевской областей Захидней Украины. Личнее от всех тех, кто говорит на русском языке. Хочу выразить вам отдельную благодарность за ваше понимание, что сейчас ни время и ни место начаты украинской мовы людей. Дякую вам за это. Также спасибо вам за то, что не накручиваете цены за жилье. Ведь вы же опять-таки с пониманием относитесь к тому, что мы приезжаем к вам не на отдых, не развеяться, не для того, чтобы полюбоваться вашими пейзажами, архитектурой. Люди бегут от войны, бегут от бесконечного количества ракет, которые пролетают над головами ежедневно. Вы же это понимаете? Или не понимаете? Знаете, уже вопрос украинской мовы зашел, дешев до маразма. Сегодня мне звонит моя подруга, она сейчас находится во Львове, хотя сама харьковчанка. И человек чуть ли не в слезах. Она вышла со своим ребенком в парк, на детскую площадку. И ее девочка пошла играться с детками. И я кейс выброшла мне чувырло, перешла до ней. Пацюк я кейс и кажла. А чё хоть ты разбавляешься на российском мове? Моя мама мне не сказала, что через таких, как ты, Путин пришел до нас с виною. Вы серьезно? Вы этому учите своих детей? Или вы сами в это поверили уже? У меня нет никакого непонимания, ни объяснения вашим действиям, шановни наши, спевичизники. Вы, дорогие мои, даже пороха не нюхали. Даже представить себе на громулечку не можете то, что пережили наши люди. Вот это то, что вы смотрели в телефончиках, по экрану телевизора, это все фигня. Пережить этот ужас, это надо такие силы иметь. А вы сейчас еще будете учить украинские мовы. А вы тут еще будете сдирать последнюю шкуру, извините меня, в то время как Европа предоставляет жилье бесплатно. У нас очень плохой аспект ментальности, это оборонный аспект. Как мы работаем с российской мовой? Мы хотим, что кордон поставить мовный, чтобы просто ничего сюда не приходило. Оборонная стратегия всегда прогрошена. Потому что при обороне начинается боротьба потенциалов. А у кого потенциал больше у нас, а у России. Даже экономичный. Нам нужна наступальная стратегия. То есть, российскую мову, на самом деле, нужно делать другую украинскую. Российский вариант украинской мовы. Может, она не будет разповсюджена, но нужно это сказать, чтобы эти претензии снимались. Как австралийский вариант англійськой мовы. То есть, сказать, что это другая мова Киевской России, выгодненная выкладчиками Киева-Могилянской академии. И это наша мова. А вы там используете нашу мову. Взагалю у нас есть огромный список исторических претензий, из-за того, что вы ее споплюжили там у себя в Северной Руси. Мы просто ее не используем, потому что она нам надоела. Но она наша, и все. Командири, что делает Москва? Они поставили памятник нашему Владимиру у себя на Красной и Красной площади. Они понимают, что нужно наступать. Это наш Владимир на их Красной площади. Если мы так не будем делать, то, на самом деле, война между Россией и Украиной за что идет? За историческую спадщину Киевской Руси. Мы должны наступать, заявлять всему святу, что это мы. Спадщина Киевской Руси. Это продолжение государственной традиции за тысячу рублей. Если так будет, если мы забираем это без спадщины, то они кем становятся? Улусом Золото-Рды, который не имеет историческую Украину, и начинается в лучшем случае в 14-м столетии. Если они выиграют это, они говорят, что мы продолжаем Руси на самом деле. А это какая-то полупольская страна, была выгоднена австралийско-угорским генеральным штабом, то мы опьянёмся нацию, которая начала генезу национально в 17-м столетии. Очень молодая, очень дурная, невпевная. И всегда была жертвой других, более сильных наций. Это тренд их пропаганды. Тренд нашей пропаганды. Мы, как арабы и евреи, претендуем на те же святыни, они на храм Угору, а на Киево-Печерскую Лавру. И чья она будет, визначить все. За это иди борьба. А Лавра даже не наша, это Московский Петербург. Тобто надо вышибать элементы российской пропаганды, впливу на нас в самом ее осердии. Мы этого не делаем. У нас оборонная стратегия, оборонная, завжди прогрешная. Оборонная стратегия под тиском завжди уменьшается. Тобто мы уменьшим украинскую территорию таким чином, например, пропагандистскую або психичную, вплив наш информационный, до такого хуторянского стиля. Або меня не трогайте. Лесьпа Деревянский, яку вы национальные люди запропонували? Это наша национальная украинская идея. Но это оборонная стратегия, она завжди прогрешна. Смотрите, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали каким-то сельскость продуктами и освистали за исполнение на русском языке. Вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то астракизму? Почему такая разница к подходам? Чем вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине – это вопрос существования Украины как государства вообще. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей либо политических, это все равно политическая провокация и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает либо какое-то формирование. И значит у них какой-то стратегический план, потому что когда это происходит, всегда есть кто это сделал. Но слава богу, слава богу, где, ну там, не у нас это происходит, там, ну, страшные вещи, я быстро напомню и забудем. Это теракты, и всегда есть, ну, как бы производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история, там, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну, мы живем в таком мире. Вот, а Потап и Настя, я их прекрасно знаю, люди, как бы, популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Да, ну, они хорошие люди. Но могли бы в Тернополе спеть на украинском языке, или, по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар на русском? Нет, у них нету, но могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют, и сразу... Ну, как бы он сам Бог велел. Ну, да, и сразу всем приятно, и, естественно, людям это очень нравится, потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и не поет на местном языке, то он рискует получить вот такие штуки, дивиденды, потому что оно, как бы, надо учитывать настроение народа. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова